Представьте, что вам 15 лет, и вы уже олимпийская чемпионка. А потом еще и чемпионка мира. А вы вообще собрали все существующие титулы в фигурном катании, не успев собрать оценки в школьном аттестате. Сбывшаяся мечта об олимпийском золоте неизбежно оборачивается кризисом мечты, неважно, во сколько лет она сбывается, но 15 лет добавляют неопределенности. О чем теперь мечтать? Не стыдно ли мечтать о чем-то другом? Зачем вообще мечтать, если все главное в жизни уже случилось? Чтобы ответить себе на эти вопросы, нужно время, а в тренировочном процессе его нет. Есть только каток, восстановление и сон. Не до рефлексии в большом спорте. Система заточена на результат, и конвейер работает безостановочно. В России фигуристке нельзя позволить себе пропустить сезон из желания просто отдохнуть. По возвращении на твоем месте окажется даже не одна соперница. А еще есть чувство ответственности и ощущение, что ты должна всем вокруг – флагу, тренеру, клубу, федерации, семье и болельщикам. Должна за вклад ресурсов, финансов, времени и обожания. Ну, и если все твои заслуги в жизни на этот момент приходились на успехи в спорте, а ничего другого ты делать пока не умеешь, довольно странно отказываться от того, что приносит успех. Алина Загитова и не отказывалась, она ведь дисциплинированная спортсменка. К тому же у ее тренера Терри Тутберидзе была большая мечта – иметь взрослую чемпионку. Алине предназначалась миссия взрослеть и не терять чемпионской ареноме. Вместе с золотой медалью Олимпиады спортсмен получает что-то вроде пакета ценных бумаг, фигурально выражаясь, конечно. У него появляется возможность конвертировать медали свою историю в рекламные контракты, раскрутку личных социальных сетей, приглашения в шоу. Все это дает шанс окупить многолетние расходы родителей, неплохо заработать прямо сейчас и немного отложить на будущее. Такой же пакет получила Загитова, оставалось только грамотно им распорядиться. Но это была практически невыполнимая задача для продолжающей спортивную карьеру фигуристки. Тем не менее в том, что касается монетизации успеха, Алина явно превзошла своих предшественниц. Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сатникова, кроме амбассадорства с НИКИ, не получила крупных международных рекламных контрактов, оставшись несколько в тени другой звезды той Олимпиады, Юлии Липницкой. Сама Юля работала с глобальным Adidas, что уже было прорывом. Но, во-первых, искренне избегала публичности и всех связанных с ней мероприятий, а во-вторых, слишком была нацелена на продолжение карьеры. То есть отдавала этому все время, силы и даже здоровье. Время, отведенное на монетизацию Олимпийского золота, утыкает быстро. Через четыре года после победы у планеты гарантированно будет следующая Олимпийская чемпионка, а новые интересные имена дерзких и голодных до внимания появляются каждый сезон. Загитова и в этом плане, считай, не повезло особенно. На следующем же после Олимпиады чемпионате России ее обогнали сразу три кнопки с ядерным потенциалом, 14-летняя Щербакова, Трусова и Косторная. То есть они еще не могли выступать по взрослым в силу возраста, но уже обошли во внутреннем рейтинге всех взрослых суперзвезд, сразу попадая в прицел ПР-боссов. Загитову от мидиозабвения на фоне громкого подрастающего поколения спасли ее редкое молчаливое обаяние и поддержка огромной аудитории, влюбившейся в точную статуэтку в красной пачке на Олимпиаде в Пхенчхане 2018. Тут можно было бы сделать вывод, что Алине в принципе не стоило входить в постолимпийский сезон, она по факту не могла ни во всю мощь тренироваться, ни в полную силу заниматься контрактами. Но это было бы неправдой. Загитова уникальна тем, что у нее получилось, фактически не сбавляя тренировочного темпа, приличные результаты в спорте тому доказательство, успевать участвовать в ряде коммерческих проектов. Да, она могла бы гораздо больше светиться и больше зарабатывать, но не будем забывать, что финал того сезона принес ей золотой чемпионат мира, возможно, даже более желанное, чем Олимпийское. И для этого золота было необходимо много и тяжело тренироваться. Вообще не факт, что кто-то еще кроме Загитовой был бы способен на подобное. Для этого нужна неповторимая комба физических и психологических качеств с некоторой долей везения. Полный набор титулов вкупе с молодостью, красотой и западающей в душу истории сделал ее миджстрой брендов. Работа Загитовой Сашисида и Пума после завоевания титула чемпионки мира вышла на новый уровень. Ее стоимость как артистки ледовых шоу и при этом востребованность зашкаливали. А дальше случилось закономерное. Отпахав три последних года на жилах и без отдыха отправившись в четвертый сезон, успевая тренироваться, выступать, побеждать, расти и превращаться из подростка в женщину, рекламировать косметику, спортивную одежду, японские матрасы и что только еще не, Алина банально устала. Потеряла мотивацию продолжать движение в шорах. Захотела попробовать жить, а не только тренироваться, и осудить ее может лишь тот, кто прошел ту же дорогу в тех же коньках на кровавых мозолях. Но он, что характерно, никогда и не осудит. До паузы в спорте я была полностью абстрагирована. Как лошадь со шарами, смотрела только вперед. Каждый день проводила на катке с другими фигуристками. Естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями. У нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени, говорила Алина Загитова в интервью Чесмополитан. А тут еще и Трусова с Щербаковой и Косторной вышли во взрослые и теперь уже вполне законно могли обыгрывать олимпийскую чемпионку по всем фронтам. Не по зрительской любви обыгрывать, а по прыжкам, баллам и местам. И это вообще-то было болезненно даже для такого спокойного человека, как Алина. В 2020 году Загитова объявила о паузе в курьере и в последний раз попала в рейтинг Форбия с 40 самых успешных звезд России младше 40 лет. Ей было 18, она была самой юной в этом списке. По оценкам издания, ее доход за год составил 1,1 миллиона долларов. И для нашего фигурного катания это беспрецедентно большая цифра. Можно сравнить доход Алины с аналогичным показателем Евгения Плющенко. Он в том же списке в 2022 году занял 38 места с доходом 2,5 миллиона долларов, но его статус, медиаактивность и сфера деятельности все же неизмеримо выше и шире, чем у Загитовой. На дальнейшую капитализацию имени Алины Загитовой повлияло многое. Пандемия, с одной стороны, загнала всех по домам и ударила по рекламным бюджетам, но бренды косметики и спортивные одежды были на коне и оборотов не снижали, люди бросились заниматься спортом дома и красить губы для конференции в ЗООМ. Так что контракты Алины от коронавируса не пострадали. В то же время из-за отмены стартов все остальные действующие фигуристки внимания недополучили, а Загитова, считай, два года оставалась непревзойденной чемпионкой мира. Нынешняя обстановка вокруг России сохранению и приумножению контрактов с мировыми брендами не способствует. Puma и Шесида еще в начале марта приостановили поставки, продажи и закрыли магазины в России. И хотя никаких официальных заявлений насчет приостановки сотрудничества с Загитовой компанией не делали, очевидно, что рекламные отношения если не разорваны, то заморожены. Возможно, по этой причине Алина Загитова занялась тренерской работой, недавно провела мастер-класс для юных фигуристов в Хабаровске. До этого крупное подобное мероприятие у нее было в Мексике осенью 2021 года. Таким образом, Алина за четыре года после своей Олимпиады вошла практически во все сферы деятельности, ей доступные. Она выиграла чемпионат мира, серебро чемпионата Европы и несколько медалей Гран-при, попробовала себя в качестве тренера, выступала в ледовых шоу в главной роли, работала телеведущей, побеждала в премиях гламурных журналов, участвовала в политической агитации и заработала несколько миллионов долларов на рекламе продукции коммерческих гигантов. Она парадоксальным образом успела все и преуспела везде, практически ни от чего не отказываясь. И как показывает время, решение продолжать карьеру сразу после Олимпиады для нее было правильным, как и решение взять паузу спустя два года. За эти четыре года личная история Алины Загитовой стала по-настоящему объемной и интересной. Она не просто плоская картонная фигурка красной балерины, а живой человек с успехами и ошибками, победами и поражениями. И когда наша жизнь вернется в нормальное русло, весь этот опыт Олине обязательно пригодится.